Вот так выглядит это безумие. Друзья, всем гигантский привет! Сегодня будет наверное самая интересная серия про ГТД 350. Я его здесь уже активно начал разбирать. И это действительно очень интересно, потому что состояние у него неважное. Ну а вдруг есть какие-то хорошо сохранившиеся детали? Да и плюс смотрите, какие великолепные там крыльчатки. Они просто сделаны с какой-то филигранной элегантностью, точностью. Хочется посмотреть, что они из себя представляют, потому что планирую их использовать. Также еще интересно узнать, но я не знаю, доберемся мы сегодня или нет до разборки осевого компрессора, потому что очень-очень-очень хочется узнать и его состояние. На самом деле я зря времени не терял и уже поснимал кое-какие детали с движка. Это вот второе выходное сопло. Также снял вот такую вот заглушку. Кстати, вместо этой заглушки можно ставить как раз таки сопло в разных комбинациях. Еще снял чехол с основного вала. Он имеет очень интересную конструкцию. Вот в это отверстие, в этот штуцер подается по всей видимости воздух и выходит через щель. То есть внутри есть полость. Этим воздухом, по всей видимости, охлаждается сам кожух. Потому что рядом находится он с соплами, с горячей частью. Видимо, чтобы вот эта вся система не перегревалась. Здесь есть какое-то лабиринтное уплотнение. Крышка с ответной частью этого самого уплотнения. Здесь все окислено, все зеленое, все некрасивое. Снял какие-то непонятные клапана. Можно заметить, что здесь есть мембрана. Капает жидкость по запаху, похожая на керосин. Вот она прямо начинает истекать. Назначение этого клапана мне пока что неизвестно. Все эти агрегаты буду откладывать. И впоследствии мы их будем разбирать, смотреть, что там у них внутри, будем изучать их. С большим трудом удалось освободить двигатель от практически всех трубопроводов. Трубопроводы выполнены из нержавейки и в любом случае, даже если этот движок я не буду собирать обратно, они обязательно пригодятся. Отличные трубопроводы уже завальцованы с гайками. Есть куча всяких креплений. То есть это, друзья, рай для самодельщика. Просто кладезь полезных материалов, полезных устройств. Больше всего надеюсь, что вот этот насос в рабочем состоянии. За крыльчатки я сильно не волнуюсь, потому что практика показывает, что внутри все в довольно-таки неплохом состоянии. Кроме того, что сделано из стали. Давайте подорвем вот для начала эту крышечку и посмотрим на состояние. О как, ребята, я надеюсь, вам тоже все видно. Вот эта шестерня, она вообще без ржавчины. Она идеальная просто. Хотя вот посмотрите, подшипник у меня постоянно бомбит по этому поводу, но он сгнил. Вот подшипник, он реально ржавый, он не проворачивается. Всё, дохлый номер. И этот тоже, тоже такой же. Ну вот шестеренка, она просто идеальная. А здесь шестерни высокоточные, высококачественные. То есть они здесь вообще просто бомбические. Если куда-то что-то использовать, это восхитительный материал для самодельных устройств. Работы, конечно, много предстоит. Гаек здесь гигантское количество. Но если они легко доступны, если есть специнструмент, то дело идет очень быстро. Ну вот, например, давайте попробуем вскрыть этот люк. Берем шурик и делаем вот так. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот он люк. Вот это всё должно быть выполнено из жаропрочной стали. Даже гайки и контровочные шайбы, которых собралось уже весьма большое количество. Но, как оказалось, не всё в этом двигателе имеет такую авиационную контровку. Ну вот как вот здесь, например. Видите заплющенные шайбы по бокам? Усики такие есть, которые придерживают за грани. Также используется обычная контровка гроверными шайбами. Ну вот как здесь. Весь редуктор имеет именно такое соединение. Что очень удивительно. А вдруг раскрутится, друзья? Как же так? Полностью освободил двигатель от навесных агрегатов. Теперь здесь фактически ничего нет. Двигатель, конечно, очень интересный. Такая огромная байда. Просто огромная. И такой маленький компрессор, но зато осевой. Я уже открутил все болты и гайки. Компрессор даже дал трещину. Осталось только разделить и посмотреть. Знали бы вы, друзья, как давно я мечтал заполучить столь миниатюрный осевой компрессор. Хочется даже немножко затянуть этот момент с разделением. Потому что это одна из мечт моих. Компрессор извлечь не удалось. Что-то хитро он здесь держится. Там он заходит вовнутрь. И эти две половинки не разделяются. Поэтому, друзья, я сделал ход конем. Я открутил еще несколько гаек. Можете заметить, сколько по кругу. И решил разбирать на редукторе. Здесь дело уже очень даже неплохо идет. И сейчас мы разделим. Возможно оно так и должно разделяться. Документацию я забыл дома. То есть у меня есть чертежи, где это можно было бы посмотреть. Но в итоге приходится делать вот так, по наитию. Сразу видно, что мега серьезный агрегат. Обратите внимание на вот эту шестерню. Вот, к примеру, в сравнении с небольшим шуруповертом. Это главный редуктор, друзья, у этого двигателя. Он понижает примерно в 4 раза. Малая шестерня должна вращаться около 24 тысяч оборотов в минуту. Но это максимум у свободной турбины этого двигателя. Компрессор вращается 45 тысяч оборотов в минуту. Он передает свое вращение на средний вал. На вот этот вот. Он вращает дальнюю турбину. А на эту шестерню передается вращение с ближней турбины. То есть здесь внутри вала вращается. Там есть свои подшипники. Но это мы еще далее будем разбирать. Ну а здесь в принципе все просто. Огромное зубчатое колесо с огромными зубьями. Я не знаю, какой здесь модуль. Модуль 3, наверное. Ориентировочно. Огромный закисший подшипник. Такой, возможно, у меня даже есть. Посмотрим. В общем, такой редуктор иметь в хозяйстве очень даже неплохо, друзья. Здесь еще есть система с большого количества шестерен. То есть вот это все можно открутить, посмотреть. Это мы еще будем изучать, естественно. Ну и здесь тоже шестеренки. Это высокого качества шестерни, друзья. Они очень хорошо обработаны. Но видите, в каком загрязненном состоянии. То есть слава богу, они не поржавели. Их можно будет куда-нибудь использовать. Подшипник вроде бы с виду не ржавый, но не вращается. Ну и там еще куча шестерен. К сожалению, вал компрессора я не смог вытащить. Возможно, если вон туда постучать, там тоже скорее всего на шлицах сидит, он должен выйти. Сейчас попробуем, потому что все-таки хотелось бы закончить это видео на такой красивой ноте. Разобрать компрессор. Осевой компрессор он просто офигенный, если честно, друзья. Заглянул в литературу, все-таки компрессор просто так не вытаскивается. Нужно разбирать. Нужно раскручивать вот эту гайку. И тогда все должно разобраться. И мы сможем извлечь лопаточный узел компрессора. Снял шестерню, которая фиксирует вал. Подстучал немножко вал, друзья. И о чудо, корпус компрессора раздвинулся. И мы таки сейчас посмотрим. Все-таки пришлось снять целый узел. Не покорялась эта деталь. Очень много раз я хотел заснять, друзья, торжественное вскрытие компрессора. Но поверьте, примерно раз пять у меня это сделать не получалось. Вот так выглядит это безумие. Вы только представьте, сколько сил потрачено, чтобы сделать эти детали. Ведь здесь не просто какие-то жестянки приварены там либо вставлены. Здесь все сделано, во-первых, очень надежно. Во-вторых, каждая лопатка имеет свой аэродинамический профиль. Свою аэродинамическую крутку. Можете заметить, они закручены, лопатки. Они не ровные. Они имеют некий такой разный угол у корня и у конца лопатки. На каждом диске их разное количество. Ну и на финальной стадии сжатия начинает работать центробежная крыльчатка. Во всех моих ТРД используется только центробежная крыльчатка. И она там обычно одна. Здесь же воздух предварительно сжимается несколькими дисками осевого компрессора. Так вот это все, друзья, круто-круто-круто. Очень круто выглядит. Для тех, кто совсем не в курсе, что это такое, но кому очень любопытно, я думаю имеет смысл пояснить, друзья. Это семиступенчатый осевой компрессор. Он состоит из семи крыльчаток, между которыми стоят ряды спрямляющего аппарата. Вот они. То есть без этих лопаток спрямляющих просто невозможно сделать осевой компрессор более чем в одну ступень. То есть это будет просто вентилятор. Чтобы продолжалось сжатие, между дисками, между крыльчатками должны быть противонаправленные крыльчатки. То есть в другую сторону лопатки, чтобы были направлены. Вот так, я думаю, получше будет видно, как располагаются лопатки спрямляющего аппарата. Вот они расположены между каждой ступенью осевого компрессора. Но мало того, здесь компрессор комбинированный. На выходе, после последней ступени осевого компрессора, стоит одна единственная ступень центробежная, которая примерно в два раза повышает давление, созданное осевым компрессором. Такая вот конструкция, друзья. Диски со спрямляющими лопатками сделаны разъемные. Если вот так посмотреть, то все хорошо видно. Они снимаются. С обратной стороны они зафиксированы маленькими болтиками. Как разбирается ротор компрессора, я пока что без понятия. Я не нашел каких-то крепежей здесь, каких-то гаек, болтов. Чтобы его можно было разъединить. Вот как он выглядит с обратной стороны. Здесь есть кольца уплотнительные. Но это для системы смазки, потому что масло внутрь не должно попадать. Да и из компрессора внутрь масляной системы тоже воздуха как можно меньше должно попадать, просачиваться. Потому что, естественно, оно надует редуктор. И все, что там есть, выдует масло там и прочее, прочее, прочее. В общем, здесь три колечка есть. Таких по типу компрессионных. Куча разных лабиринтных уплотнений. Вот это, например, это все лабиринтные уплотнения. Здесь вот несколько таких зубчиков. Потом на роторе компрессора есть выступы. Они, кстати, притираются к постели спрямляющего аппарата. Здесь какое-то интересное графитное покрытие. Видимо, легко вырабатываемое. И то, что я его разобрал, это уже, скорее всего, не есть хорошо. Но мне нужно было это сделать. Посмотрите, какие окислы внутри, ребята. То есть вот это нужно будет как-то зачищать по-любому. Иначе ротор просто не вращается. Передняя опора выполнена на роликовом подшипнике. Ну а вот задняя очень интересная. Здесь подшипник состоит из двух колец. То есть внутреннее кольцо разборное. Вот одна половина. Ну а здесь на валу осталась вторая. Я когда демонтировал вал, вот эта половина слезла, высыпались шарики. Самое интересное, что оно было не ржавое. Обычно я жалуюсь, что все подшипники ржавые. Но здесь оно вполне приличное. То есть можно тут оттереть от этого масла и все будет нормально. Масло это я уже сам напшикал при демонтаже. И что еще более интересно, этот подшипник, он уже вообще довольно-таки большой. Он где-то под 80 миллиметров диаметром. Но он выдерживает 45 тысяч оборотов. Вот эта адская вещь, она вращается именно с этими оборотами. То есть 45 тысяч. Я честно говоря не понимаю, как это все работает. Для меня, когда маленький подшипник там 50-100 тысяч вращается, это уже дикость. Ну а здесь гигантские шарики, гигантский подшипник. Но тем не менее он работает. Это просто удивительно на самом деле. А еще удивительно, как при всем при этом сгнило вот это кольцо. Узрейте эти раковины. Видимо оно из магния сделано. Ну просто по-другому я не могу себе представить. Что-то просто очень люто гниет. Ну а что-то целое остается. Как например все эти шестерни. Они вообще практически без ржавчины. Конечно очень сильно печалит, что оно такое загрязненное. Нужно как-то будет отмывать. Думаю, мини-мойка должна справиться с этим нелегким делом. Ну а потом зачищаю. Возможно даже шабером вот эти вот внутренние следы коррозии. И нужно будет отложить этот агрегат и очень сильно его беречь, друзья. Потому что достать такой не так-то просто. Мне получается все это дело обошлось очень дешево. Вот эти все агрегаты. Но зато их можно использовать. Конкретно вот этот осевой компрессор в очень хорошем состоянии. Единственная проблема здесь, то что здесь присутствует центробежная крыльчатка. Если ее как-то ликвидировать, то нарушится балансировка и нужно будет заново все балансировать. Чего бы мне не хотелось бы, если честно. Ну а так здесь все в отличном состоянии. Нужно лишь помыть. В одном из видео я помою и покажу вам, как это выглядит уже в отмытом состоянии. Если что-то делать с агрегата, то немаловажно знать, сколько он весит. Весы позволяют до 25 килограмм взвешивать. Надеюсь эта штучка поменьше весит. 13 килограмм. Вообще осевые компрессора намного тяжелее центробежных, потому что там одна крыльчатка, а здесь вон их сколько. Но зато их можно столько здесь поставить, что они будут сжимать просто-просто зверски. Ну а у меня в общем-то на этом все. В следующем видеоролике продолжим колоть двигатель. Займемся горячей частью. Ну и по возможности постараюсь помыть детали. Ребята, кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Ну а кому интересна судьба таких железяк, то просьба поставить 2 лайка. Всех благодарю за внимание и всем пока!